Друзья, приветствую! Илья из Перми прислал посылку с образцами двух масел. Это Энни iSyntec 030 и второй образец Mobil 1 ESP 530. Оба образца описания. Оба образца из одинакового автомобиля. Это Volkswagen Caravelle T5 с мотором 2.5 турбодизель, но разные буквенные обозначения моторов. Хотя по мощности одинаковый разный пробег. Прямого корректного сравнения не получится, но кое-какие интересные наблюдения можно сделать. Это у нас Энни свежая отработка и, к сожалению, не было свежего Mobil, поэтому я возьму из ранее присланных образцов. Давно я создавал такой образец Энни, поэтому я сейчас сравню. Там было, так напомню, 9.5 щелочное и 2.35 кислотное. Там приличный уровень был эстеров. Так, сейчас посмотрим. И посмотрите, что у меня намерил прибор. 106 по противоизносным присадкам. Гликоль тут вылез. Видимо, я допускаю, что чуть подправленная рецептура была. И смотрите, 2.53 кислотное и 10 щелочное. Ну, очень похоже, поэтому я не стал затягивать время. Поэтому этим образцом я обновил спектр, подкорректировал, выставил 10 и 2.5 кислотное. Ну, понятно, что убрал гликоль здесь, который где-то отсвечивает. Скажем так, обновил более свежий, сделал эталон. Я думаю, так корректнее будет. Ну и можно приступать к проверке отработки. Так, это видите, AXD мотор, 210 тысяч пробега, 8700 на масле. При средней скорости тут вопрос, не совсем точно, я так понял, средняя скорость 20. Ну, судя по данным, это 435 часов, 7.4 объем масляной системы и литр был долит. Смотрите, противоизносных присадок 78 процентов, гликоля ноль, пассажи 5, значит, десятых процента, полпроцента. Ну, нормально для такого пробега. Неплохо работает топливная аппаратура. Ну и посмотрите, накапливается достаточно так прилично кислотная, 4,29, прилично выросла, возможно попадает топливо, и 6 щелочное. Ну и странный момент, воды нет, отсутствует она, хотя режим такой вот городской-городской. Ну, может быть перед забором какая-нибудь была поездка там, не знаю, когда выпарила все. Так, сейчас покажу сравнение вам вязкости, свежей отработку. Так, по маслу, ну по маслу видели еще, даже несмотря на то, что кислотная сильно выросла, в принципе запас еще некоторые есть по маслу, несмотря на вот такие серьезные моточасы. Так, а с вязкостью вообще все хорошо, просто прекрасно. Есть, но здесь плохо видно, есть небольшое разжижение, но я оценил это вообще в 3%, то есть можно пренебречь им практически. Масло стоит на месте, вязкость, отлично, то есть не видно, чтобы топливо попадало там, или какой-то с рабочей температурой, какие-то проблемы были вообще, все-все-все супер, я так могу сказать. Так, значит, приступаю к проверке и отработке, сейчас закладываю эталон, отработку, извиняюсь. Так, здесь БНЗ мотор, такая же мощность, чуть больший пробег, там 210 было, здесь 240-900, 4000 на масле, 167 моточасов, 24 средняя скорость, ну объем масляной системы, полагаю, такой же, и долито здесь было тоже только пол-литра, но в принципе сопоставимо. Смотрите, 77 процентов по противоизносной присадке, здесь нитрование сильнее нарастает, хотя по сажу лучше картина, две десятые. Так, я вот даже покажу вам сейчас спектры, красный это эталон, а черный это наложение, то есть видно, как масло меняется в процессе работы. Так, 20 сотых у нас сажи, получше, но очень, да, тоже похоже, 288 кислотная и 5,4 щелочная, но здесь уже вот влаги от души. Так, гликоль, гликоля нет, здесь уже картина несколько иная. Так, сейчас посмотрим, что с вязкостью, вот образец, по-моему, это с Мурманской области Элиса присылали мне эти образцы, не помню уже. Так, мобил-1 свеженький, ну и отработка такого же мобила. Сейчас покажу вам, что произошло. Так, а тут картина совершенно иная, тут и может быть и вода вот эта большая и топливо попадает, здесь картина совершенно иная, да. И, кстати, возможно, что вот такое большое количество топлива влияет, конечно, на спектр и уже за результаты другие. Так, не забывайте, пожалуйста, отметить видео, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, так вы не пропустите новые видео, ежедневные практически. Так, и два, значит, прогноза по ЭНИ, смотрите, значит, моющие нейтрализующие свойства почти 560 моточасов, но не забывайте, что литр долит, достаточно серьезная доливка, хотя 7-7,4 объем, такое, процентов 15, да, можно понизить. Так, по нейтрованию вообще вопросов нет, 960, вязкость еще менее, количество вопросов тут просто на весь период эксплуатации. Так, и по мобило, смотрите, около 300 моточасов моющие нейтрализующие свойства, нитрование, которое прибивает моющие, 290 почти и вязкость, видите, 200 почти 30. Вязкость, большое разжижение масла, скорее всего топливо влияет на спектр, вот, по масложору, по потреблению масла двигатели сопоставимый, там, на 8-700 литра, а здесь на 4 тысячи пол-литра, то есть плюс-минус, похоже, вот, причем здесь во втором случае средняя скорость повыше, вот, так что можно еще сказать, нитрование, нитрование, может быть температура каким-то образом влияет разная, но видно, что состояние моторов отличается. Возможно даже, что если бы вместо Эйни был какой-нибудь лукойл условный, то он мог бы победить Mobil 1 ESP, но вот, видите, лишнее подтверждение того, что состояние мотора, условия эксплуатации, даже, наверное, важнее, чем масло. На исправном моторе и там лукойл Газпромнефть может отработать лучше, чем топовый Mobil в другом состоянии мотора. Ну и да, еще надо все-таки ради справедливости признать, что Эйни у нас опять B5, это полнозольное масло, а Mobil все-таки C23 и как бы запас у него поменьше. Да, у Эйни я смотрел, когда обновлял спектр, посмотрел, у Эйни эстеров даже больше, примерно на полтора, полтора-два процента, то есть где-то семь с половиной, восемь процентов эстеров, в отличие от Mobil, у которого шесть, то есть в Эйни насыпали даже побольше. Вот такой тест получился не совсем корректный, но какие-то выводы, как я уже сказал ранее, можно сделать. Благодарю Илью. Да, кстати, у Ильи я хотел попросить прощения, когда я проверил масло, я ему прогноз скинул и там с данными напутал по Эйни и результат у меня получился завышенный, сильно завышенный, так что извиняюсь, тут когда уже монтировал, увидел ошибку, с другим маслом перепутал, много образцов было, поэтому извините, работы очень много и допускаю ошибки. Бывает, что там по 10-12 часов проверяешь и понятно, что там уже тормозишь. Вот такой получился тест, еще раз благодарю Илью за предоставленные образцы, за поддержку канала, всех кто посмотрел данное видео, благодарю за это, желаю всем удачи и здоровья, берегите себя и близких, всем мира, увидимся в следующих видео, пока!